Возьмите тоже на задку. Все, начнем. Итак, или не египетский. Язык такой, покрытый некоторым пленом загадочности. На самом деле, что нам стоит сказать в общем, для начала? Или не египетский приезжает к так называемым семитским языкам, то есть, ближайшими его современными родствиями являются такие языки, как, например, еврейский или арабский. И на самом деле он имеет с ними очень много общего. Так, например, для всех семитских языков характерным является то, что главными в словах являются согласные. А гласные уже вставляет чуть ли не каждый по своему разумению. Главный костяк слова, костяк корня, вставляют именно согласные. То же самое характерно для древней египетского языка. И это некоторое неудобство для его дешифровщиков, для тех, кто занимается египетским. Потому что египтяне, собственно, вообще ничего не писали, кроме согласных. Вот своих иероглифов. Там все иероглифы означают только согласные звуки, гласных там нет совсем. Если вы посмотрите в раздатке, здесь некоторые иероглифы указаны, и для их чтения указаны, как будто здесь некоторые. Здесь иероглиф А, здесь есть иероглиф И как будто бы. То есть будто бы это гласные, но, строго говоря, это так называемые полугласные. Вот. То есть это на самом деле не У, скажем, а это Вот. Вот такой вот должен читаться. Да, как бы У краткий. Да, это не И, а Й. Вот. Здесь два А вы, например, можете увидеть. Первый из них это Айн. Поверьте, первый из них это Алиф, а второй Айн. Вот. Это, соответственно, тоже такие специфические звуки, которые есть и в аврите, и в арабском. Вот. Айн это вообще гортанная смычка. Ну вот. В так называемом школьном чтении ее произвезут как А. Так же весьма любопытной чертой древнеегипетского языка является его родовая система. Да, вот. У нас с вами три рода, верно? Мужской, женский и средний. Но на самом деле в праидно-эропейском языке изначально было всего два рода. Так называемый одушевленный и неодушевленный род. То есть изначально было противостояние просто как бы живое-мертвое. То, что было неодушевленным родом, стал посредством и средним. А одушевленный разделился на мужской и женский. Вот так вот, да? В семитских языках, в одуренегипетском это видно как раз. Напротив. Там тоже деление на два рода изначально. Но другие. На мужской и немужской, скажем так. Ну так немножко шейнистично, это лютая древность, а что вы хотите. Да, никакой политкорректности, никакой толерантности. Вот. То есть. И как бы слово оно по умолчанию мужского рода. А если оно по какой-то причине немужского рода, там, соответственно, ну там суффикс добавляется. Он указывает, ну как бы это по умолчанию, женский рух. Но при определенных условиях, то можно также и средний рух. Вот они как бы не различают. Все, что не мужчина, это все непонятно. Не так важно, да? Вот. Но первое, когда мы говорим о тренегипетском, конечно же, приходят на ум это иероглифы. Да, вот эти вот самые тренегипетские иероглифы такие красочные. На самом деле они очень хороши для изучения. Да, как раз очень просто их учить. Потому что в отличие, скажем, от китайских иероглифов, или там еще каких-нибудь, да, они крайне наглядны. Вот. То есть на самом деле китайские иероглифы тоже были когда-то наглядны. Но сейчас уже в редком из них можно легко узнать то, что сам это иероглиф значит. А в египетском иероглифе там прямо вот и все эти звери, птицы, там, предметы обиход, они прямо вырисовываются как положено, да? Более или менее. Просто такое дело, что все из них можно сходу угадать, потому что, ну, как бы, мы уже, скажем, не имеем дело с этими предметами быта, да? Просто, наверное, другие предметы быта. Или эти животные просто, ну, вот мы как бы, если мы там не специалисты в биологии, нас просто не знаем, где животные не живут там в Долине Нила, у нас не живут, ну, и неизвестно, что это за звери, да? Ну, как бы, а каждому египтянину, каждому жителю, ну, как бы, это то, что их окружает прямо вокруг. Соответственно, иероглифы были в нескольких видах. Первый иероглиф, вот те, которые я образовал там, допустим, много, это так называемые односогласные иероглифы. Здесь каждый иероглиф обозначает вполне конкретный один согласный звук. Вот, да, как там, вот, соответственно, нарисованный иероглиф, там потом написано его чтение, такое условное, называемое школьное чтение, я уже сказал, там вот эти, которые как будто бы гласные, это полугласные. Там видно четыре иероглифа, читающиеся как Х, но, на самом деле, это четыре разных звука Х, то есть есть там шумный Х, есть бесшумный Х, как английский Х, да, есть, не знаю, фрикативный Х, вот такой вот, ну, то есть они немножко отличаются, да, ну, в целом. Вот, и там еще подписано, собственно, что значат эти иероглифы, да, ну, вот там вот первый иероглиф Алиф, да, который читается как будто бы как А, это изображение птицы-стервятника. А как будет птица-стервятник по-египетски? Ой! Ну, не вот так, как этот? Нет, конкретно это нет, но я сейчас покажу. А, вот так, понятно. То есть там будет больше согласно? Да, там будет больше. Значит, и вот для примера. Сейчас, дайдем, вот я сделаю. И я еще покажу, как записываются иероглифы. Дело в том, что они пишутся не в линию прямо, потому что вы видите, что все эти иероглифы, они разные по конфигурации. То есть есть, как бы, вот такие вот высокие иероглифы, да, ну, условно, там такого вы не знаете, прямо уголь, он слева, писывается вот такой прямо уголь. Есть, наоборот, вот такие вот, как бы сильно выкидываются горизонтально. Есть просто, как бы, как квадратики, ну, вот так вот. Есть прямо, как большие квадратики, вот такие. На самом деле, когда вы записываете слово, вы должны расположить иероглифы так, под названием правил квадрата. Я сейчас покажу, как. Вот возьмем такое слово, ленингипетское. По-русски звучит как лодка, а по-дриенгипетски будет депет. И согласно звука. Д, П и Т. Соответственно, Д, это, там изображается раскрытая ладонь, верно? Вот, можно найти. Такой знак. Вот я изображу, допустим, вот так. Вот. А потом, вот этот знак, соответственно, как бы вот такому прямоугольнику выйдем. Он невысокий, но выйдет и горизонтально. Есть там иероглиф П, такой квадратик, ну прямоугольничек немножко, да? Который изображает корзину, да, или сиденье клютирное. Вот такой вот. И есть иероглиф Т, который изображает горбушку хлеба. Он тоже по размеру, вот как такой вот квадратик, да? И вот мы выписываем вот так. То есть, видите, иероглифы вписались вот в такой вот квадрат. Понимаете? То есть, вот прямоугольник, ну, то есть, любой квадрат может возникнуть на такие квадраты. И вот эти вот нужно комбинировать вот как бы ячейки этого квадрата. А если рука смотрит в ту сторону, то в обратном направлении читается. Да, да, да. Соответственно, он направлении читает. Да, да, да. Вот. Это интересно. Египтяне преимущественно писали, как и арабы, справа до лева. Но, в принципе, можно писать и с лева направо, как вы тоже встречаете, и сверху вниз, то есть толпцы. Начало строки указывают асимметричные иероглифы. Например, лифт морды животных, лица людей, да, вот куда они повернуты, там начало строки. Здесь вот ладонь указывает, да, вот она туда. Вот там начало строки, то есть, смотрите, все начинает. То есть, ну, это понятно здесь, а вот потом, ну, всегда в квадрате сверху вниз читается. Куда Д, а вот здесь ПТ, а не Т, да, будет читаться. Потому что, ну, слева направо ладонь указывает в ту сторону, да, там начало. Д, ПТ, да, вот оно читается. А, соответственно, следующий квадрат можно представить либо с этой стороны, да, либо вот снизу, да, и получится тогда вот написание, да, слева направо или сверху вниз. Ну, а справа налево просто нужно было бы повернуть, да, симметрично все это, да, вот ладонь повернуть в ту сторону, в ту сторону можно было бы писать. Столбцы тоже могут идти как справа налево, так слева направо. Столбцы, ну, да. Ну, просто когда пишут вертикально, но обычно выписывается один столбец. То есть, как бы, просто ветеринар что-то вызывает, что просто места мало, чтобы выписать горизонтально. Вот, поэтому пишут вертикально. Вот, то есть, как бы, рядом столбцы редко пишутся. Вот, ну, и вот такая вот фонетическая запись может быть слов, вот, пожалуйста. Можно вопрос. А те слова, которые на «т» заканчиваются женского рода? Да. Всегда это, да, всегда вообще? Показать же мне мужского рода. А, хорошо. Да, вот смотрите, вот такое слово. Ра. Да, пожалуйста, вот можно его прочесть, там, да, вообще это «р» – это род, да, вот, а это «а», ну, которое там вот, раскрытая ладонь, да, вот, которое «аин» на самом деле. Вот, это «р» – это «р». Да? А я слышал бы еще такое видение, что в оригинале это звучало примерно как «р» – «р». Возможно, потому что, во-первых, это «аин», который «картанная смычка» – «э». Да, вот так. Не, не совсем, «картанная смычка» – это «алев». А это звук как «а». Вот такой, как «р» – «а». Вот так это звучит. А между ними должен был, возможно, какой-то «гласный». Но мы не знаем, как. Вот. И поэтому я говорю, ну, я сейчас пользуюсь так называемым школьным чтением, условным чтением. Вот. То есть, и получаем, когда не знают, какой гласный, вставляют «э» между ними, да. Поэтому я говорил «депет», да. На самом деле сейчас мысльно, что и на лодка по-давенитическим будет «да-пут». Вот такие «гласовы». Да. Ну, как было по-школьному «да». Вот. Соответственно, это были односогласные иероглифы. Есть еще, ну, вот, или я их не распечатал, но там на сайте вы можете найти, в том файле, которые называются иероглифы. Там так называемые двусогласные иероглифы. Вот. По сути, то же самое, только каждый иероглиф обозначает сочетание двух согласных звуков. Ну, причем, они, как бы, использовались, с одной стороны, для сокращения записи, да. Вот. И их можно представить, что их несколько больше, да, чем вот здесь, сколько их получается здесь. Три, шесть, девять, десять, двадцать четыре, да, двадцать четыре односогласных иероглифа. Ну, их сочетание попарных, там, на самом деле, не все из них возможны, да, парных сочетаний, но чуть больше, чем двадцать четыре. Вот. Ну, все равно, как бы, не так много, все это реально выучить. К тому же, двусогласные иероглифы зачастую записываются с уточняющими, то есть... Комплимент. Записывается... Ну, приведу сейчас такой пример. Да, вот, например, глобол «быть» приегипетский, он как ум... Зайчик, который? Да, зайчик. А, точно, точно, точно. Вот, собственно, это и зайчик, это иероглифис двусогласный, который читается как ум. Ну, он никогда не пишет обычно просто как зайчик. Вот, ну, я условно, да, я не очень хороший художник. Вот. Зайчик, да? И под ним еще обязательно вот так будет. Водная поверхность, которая... Видите, это односогласный иероглиф. Н, да, читается, ну, согласный Н. Это не будет читаться как ум, это именно ум, а это просто уточняющая иероглиф. А запись умный, есть такая, просто одно из времен это было бы, это вот так будет запись. Вот это умный. Вот такой вот... А если четырехсогласный, четырехсогласный нероглиф, пишется два крайних или три? Четырехсогласных нет. А, нет? Нет, нет, нет. Четырехсогласных нет. Есть трехсогласных, но они уже жестко завязаны на значение. Ясно. То есть, как бы, это прозоро будет конкретное слово. Так вот. Ну, казалось бы, ну, 24, она согласна. Ну, там еще, ну, может быть, все равно не больше сотни двусогласных, да? В принципе, реально выучки. Но иероглифов на самом деле намного-намного больше. Вот. Откуда они берутся, все эти иероглифы? Дело в том, что кроме фонетической зависти, письменной речи иероглифы пользуются, так называемыми, детерминативами. То есть, определяющими иероглифами. Этот иероглиф, он не читается сам, но он подсказывает нам, что значит это слово. И таких иероглифов, ну, считается, что, чтобы более-менее нормально читать по-дреднеегипетски, нужно знать как минимум 800 детерминативов. Да? Вот. В реальности их число употребимых детерминативов достигало около двух тысяч. Это во все времена? Это во все времена так было? Ну, да, примерно, понятно, что чем дальше, тем их больше, и они начинают расщепляться, там, да, как бы, или заодно детерминатива несколько получается, ну, там, это уже тонкости, да. Ну, в принципе, ну, как бы, некий минимум, да, это вот 800 детерминативов. Ну, опять же, знать, то они все, в принципе, как бы, подсказывают нам, что они сами по себе значат. Вот, смотрите, вот слово «раб», которое значит «солнце». Солнце, обычное солнце. И оно никогда не будет записано вот просто вот так. Ну, солнышко рисовать. Обязательно будет вот такой детерминатив, это «солнечный диск». Он не читается, читается только это, да, вот «раб». А это просто говорит, что это имеет значение «солнце». При этом, что важно, детерминативы на письме позволяли даже, как это сказать, меньшую неоднозначность, чем устная речь. Для нас, кажется, нонсен, да, даже в русском, как бы, устная речь намного более однозначна, чем письменная. Письмен может быть, ну, смысл, там, из-за интонации, здесь же наоборот, посмотрите, вот «раб». Это именно солнце, которое просто на небе, само солнце. А если мы поставим другой детерминатив, а читаться не будет так же, то изменить детерминативу на нефантатической записи. Вот так, вот, примерно, вот такой. Иероглиф, да, сидящий царь. Вот это у него урей, кобра такая из-за лба, да, головное украшение. Это борода накладная, вот это, да, царей, да, уэлики. Вот, вот, сидит такой. Вот, это, эта запись уже значит, что это не солнце, которое просто на небе, а это конкретно божество солнечное. А произносились эти слова одинаково? Да, просто да. А, вот так? Понятно. Ну, пишется, как бы, на письме, я думаю, понятно, о ком идет речь, просто о солнце, как о небесном теле, или о божестве. В некоторых редакторах иероглифов есть даже изображение богов из группы А. Ну да, ну, а не раз, ну, как бы, это общее изображение божеством, там были свои интернетики. Вот. Соответственно, вернемся к вот такой записи. Вот мы видим такое слово, и оно нам говорит, что это что-то имеет отношение к солнцу, и это, собственно, есть солнце. А вот, пожалуйста, другое слово. А какие еще бывают эти самые слова в детерминативном солнце? Есть какие-нибудь? А, например, день, 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 например, да. Ну, вы его портите, мне все выкрутите. Простите, пожалуйста. Это как, хер. Ну, вот, прочтите, да, пожалуйста. А в том, в третьей ровне? Это петенец перепел. А, херу. Да, херу. Да, вот видите, вот это вот. Да, у меня немножко. Вот так, да? Значит, загон для скота. Есть там такая, да, лабиринт такая, для детушка. Рот, вот уже нам знакомый, да, и птенец перепел. Вот. Читается херу. День. Да? День в смысле не солнечное время, а день в смысле сутки на самом деле. Потому что солнце, как бы, бегая по небу, да, оно отмеряет ход времени. И, как раз, интернатив солнца, он значит не только само солнце и солнечного бога, но также и сам ход времени. Вот. И поэтому с понятиями, означающими время, также употребляется интернатив солнца. Ну, как некие меры времени. Ну, хорошо. А детерминатив относится к там правилу квадрата, его нужно тоже? Конечно. Да, да, да. Это все знаки к этому относятся. Любые, любые знаки записывают правилу квадрата. Ну, вот еще некоторые. Поработаем. А вот, пожалуйста, вот такое слово. Уб. Здесь тоже солнце, как и другое. Уб. Уб. Подниматься, что ли? Нет. А что это? Подумайте. Вставать. Вот положение на детерминатив. которая есть весьма такой распространенный понятия хорошо а вот такое авто трое ролик я знаю а как не записывается перед глаголами просто руки и все считается как а вот хорошо вот пожалуйста вот такая вот запись это лен не забыл что словно вот так чесу можно вопрос а почему не нарисовать собачку и палочку ну вот там же проще я до этого даю а про прощение вот а читается как соответственно чесу чесэм чесэм для скота ну такая веревка с двумя грузилами которую кидаешь она обматывается вокруг чесэм это за сов а это за сов а это за знакомая сова чесэм да собака вот а хорошо а вот а вот такое слово вот слово у которого детерминатив а я знаю сверху сверху как оно читается для начала оно читается как пэд 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 а что оно значит нет я знаю это слово значит небо вот это отводит сверху некая крыша которая сверху да ну что это небо соответственно и вот пожалуйста вот можно записать целое предложение уже оно будет вам знакомо я знаю здесь какого-то учебника здесь какого-то учебника я его знаю ну вот пожалуйста да а а собственно вот предлог м да у-бэн-ра-эм-пэд да сияет солнце в небе угу вот так вот это да м это собственно предлог в где-либо показывается где обратите внимание на порядок слов в египетском как ну в общем-то в шимийске как часто и бывает на первом месте на первом месте вот это вот это глагол ну собственно сказуемо оно на первом месте это глагол а подлежащее на втором месте после глагол сияет солнце в небе да нельзя сказать солнце сияет в небе неправильный будет уже порядок слов а вот ну а теперь в чем так сказать проблематичность была дешифровка египетского языка ну кроме того что просто язык мертвый на нем никто не говорил и читать не умеет да в общественном не такое большое дело когда уже должны учиться читать в чем там проблема видите вот каждое слово пишется с детерминативом обязательно да ну там есть редкий холослов кто пишется без детерминативов ну это уже мелочь вот но беда в том что сами египтяне видите достаточно сложно выписываются их рисовать долго и зачем писать РА фонетически и рисовать детерминатив вот если и так понятно что если мы нарисуем солнце то это и будет значить РА да солнце все ведь и так знают ну носители языка а для неносителей ну и чего они миноземцы с ними то считаются и соответственно вместо вот такой вот запись да можно сделать просто соответственно вот такую запись вот эта палочка да она означает что это вот интернатив просто без фонетической записи что вот он должен читаться как вот это слово как слово подавенгипетски солнце а вот РА да должно читать как РА но носитель то знает а не носитель то не знает как читать он вроде бы и переведет даже что это солнце да если в итоге вот то же слово чесом собака да можно нарисовать просто собаку да и поставить палочку ну правда здесь конечно это да вот получается вот такая вот собака да вот и палочка будет после нее поправил квадрат потому что собака весь квадрат занимает вот и сразу как понятно что собака а как она читается ну никому неизвестно как раз в этом главная проблема была уже последующей дешифровки других стих надписов и понятно что написано но не понятно как читать а есть у нас какие то сейчас слова которые мы не знаем транскрипцию есть такие нет таких уже достаточно даже огласовки в принципе для многих слов это интересно то есть чтобы совсем было что то нечитаемо это ну мало вот хорошо еще несколько таких иероглифов мы занимаемся вот такой двусогласный иероглиф с четко определенным значением вот я его вот так вот рисую это не голова коровы это изображение сердца то есть вот как вот сердце это соответственно вены к нему подходят более тонкой это артерии более толстой сердце не совсем так пишется я не помню как не совсем так разве он похож на голову коровы но это именно иероглиф сердце который читается как ибр ну он согласный вот у него ибр вот он ну и когда это просто сердце он пишется вот так ну с этой палочкой самой да но он входит в состав многих сложных слов соответственно вот пожалуйста вот такое вот слово не обращайте внимание согласны с ним вот соответственно он здесь полностью выписан вот и спереди и сзади как это читается эру значит это тоже считается эру да но не как день здесь другой иероглиф да плацента рот и вот это вот дед спереди вот и здесь детератив человек вот так вот он не просто сидящий а он как бы руку карту поднес вот это слово переводится как голос звук это будет рот а теперь это нормально египетское слово да голос звук а теперь пожалуйста ну вот это слово эру складывается с этим словом и сердце получается следующее запись немножко изменится но база останется вот получается это слово женского рода вот так как 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 дословно голос в сердце как думаете как переводится правда нет не проезда не ну существительное понятие как понятие голос в сердце он связан за гробным миром а нет внутренний желание страсть то что вот вот изнутри вот нам говорит что делать такой другой пример это изображение позвоночника с вытекающим спинным мозгом с двух сторон комплимент можно написать комплимент можно написать комплимент ну и роли сколько он согласный да да конец согласный вот это детерминатив множественности значит что во множественном числе начинается как переводится как жертвы приношения а что за четвертый знак а что какому это что такое а это все вспомнил понял 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 вот и пожалуйста вот со словом вот вот это ты перекочевывает вот сюда и вот сюда можно вписать уже не пишется и вот out и дословно приношение в сердце молитва а забудьте религиозной составляющей просто просто вот как по значению сердце в сердце это переводится как радость веселье сердце что-то подарили она возрадовалась приношение в сердце это радость вот такие вот такие вот примеров приводить когда вот теперь пару слов о ну хотя еще вот снова о неоднозначность время как раз об однозначности письменного египетского языка в египетском языке есть два и рубин подвусогласных которые читаются оба как один из них пишется вот так это как бы чаша наполненная водой а другой из них вот такой это такое орудие орудие соответственно орудие для переработки льна льняный как вымачиваю зонцом отбивают вот такой лопаткой если кто этим занимался не знает вот так это выглядит такая лопатка вот считается как хэм но соответственно вон взгляните есть вот такое слово хэмет а я знаю слово хэмет да женский рот обназначен вот и есть вот такое слово тоже хэмет это слово переводится как жена а это как рабыня опять же полная монемия и здесь и здесь хэмет но на письме а возможно там ли гласные разные возможно но судя по всему опять же так как разные египтяне в верхнем и нижнем египтяне голосовали по-разному понятно вот на письме опять же все это четко отличается вот значит еще о чем следует сказать это называемые египетские местоимения суффиксы например притяжательное значение местоимение в смысле мой да или его обозначалось просто неким местоимением которое писалось после слова и обозначало местоимение первого лица единственного числа мой я вот значение это местоимение суффиксы пишется как и произносится как и но на письме вот все остальные эти местоимения писались как ну вот как и роль в какой должен какое звучание имеет такое и пишется а вот и писалось не вот не цветом почти цветом мой тростника как просто собственно чё вот возьмем скажем вот снова эту самую собаку и вот я хочу сказать моя собаку как собака будет чесом чесом я хочу сказать моя собака будет чесом и а вот я напишу это я напишу это я напишу это вот сидящий человек а один вот чесом и это вот моя сам если допустим какая-то девушка захочет сказать моя собака звучать будет чесом и но а если скажем речь идет о этом как в лабрадоре нашего президента например вот он скажет моя собака вот то соответственно должно быть вот такое верно тоже будет звучать чесом и вот но означает некое правящее лицо верно то есть опять же на письме однозначности намного больше чем устная речь хорошо а если говорит бог нужно просто значок бога нарисовать или конкретного какого-то а вот так понятно понятно ясно а вот это то что касалось вот таких вот вещей на самом деле с этим детям и весьма опять же ну и всегда были начали наши их культуры а вот нехорошая птичка и софт и софт и софт и софт да это метелка тростника засов рогатая гадюка и вот что это значит переводится как зло почему почему-то воробей неприятными вещами вообще интернатив воробей ну наверно так зерно воровал все такое вот ну просто интернатив воробей он ставился при таких вот словах обозначающих что-то плохое его даже самое общее слово для чего-то плохого просто зло тоже вот затратил воробей из фр зло вот так вот кстати возвращаясь к вот этим хэм да который хэм это жена и хэм это рабыня вы на еще вот такое заметьте как с этим рабским хэмом вот внутри найдем царя царский человек это при обращениях или при этом когда речь идет о царе это именно обращение величество величество его величество вот такой но сложно вообразить как это возникло скорее всего как смысле слуга бога или что-нибудь такое вот собственно хэм это рабыня а просто хэм было бы здесь обычным человеком это было бы раб а как бы ну мужской вот а вот такой вот хэм в царем это при обращении величество хэм это рабыня хэм это раб а раб будет вот так да только без палочки наверное так без палочки да вот с палочкой разы а насчет это с палочкой без палочки ну с палочкой будет вот такая запись что это как бы их значение тоже вот вот раба да ну еще для примера сейчас уже туда мы закончим вот пожалуйста прочтите хэм хэм рэм а не ну без этого смысле а рэм рэм как переводится рыба а вот вот или вот такая вот штука а что в начале а это вот стервятница а алиф а это не терминатив а тэд птица утка а ну прокрочите да это значит птица просто да а как читается а пэд а пэд а пэд а пэд это птица вот ну и у меня уже не остается времени ну ладно а вот пожалуйста такой вот просто уже для примера это прочесть так сколько не сможет о красивое слово а вот такое вот это иероглиф вообще вот он как раз трех согласны а это просто 2 его уточнили точнее два последних гласных звуков из этих трех это изображение мускального инструмента какого-то струнного типа лютни на иногда говорят что трахеи вот это соответственно рогатая гадюка и рот все читается нефер вот значит красивый на самом деле словесно многозначно значит только красивый юный вот из-за этого такая весьма двойственность получается значит человек или мужчина но это характерно для многих древних языков да а по древне единицки будет вот так вот соответственно мужчина человек вот а женщина будет соответственно то же самое только как бы с показателем женского рода вы поэтом и терминать женщины получается сайт это женщина слова девушка строго говоря не было это и красивая женщина и молодая если она не молодая то она некрасивая а можно просто почему сын и пишется как утка са и сад почему так интересно не могли придумать слова для сына век значок для сына ну а зачем если уже есть вот соответственно будет вот это прилагательная красивая соответственно юная а если мы запишем красота опять же так вот прилагательные приходят существительные на самом деле это как раз через женский рот как лучше показать но это соответствует среднему роду на самом деле как обычно в европейских языках понимаете например латинское слово вакуус пустой и его средний рот будет вакуум пустое осуществительное соответственно вакуум пустота как нечто пустое так и здесь неферет как нечто красивое то есть красота вообще все пожалуйста уже переломится